Ольга, важно очень отметить, что Джейк Салливан, это советник президента США по вопросам нацбезопасности, четко артикулировал недавно, что Украина сама решает, когда и как вести переговоры с Россией. И вот вдобавок могу сказать, что президент Зеленский ряд условий уже четко очертил, это в первую очередь освобождение территорий до 1991 года, второе это выплата репараций, уважение к уставу ООН, ну еще там был не до конца перечень. Скажите, пожалуйста, очевидно, что выход войск из Херсона не подтолкнет Украину никаким шагом в контексте переговоров, пока оккупанты не идут с украинской земли. Это уже не раз говорили и в Украине, и Запад поддерживает позицию Киева. Что будет делать Путин, если все так и останется, как есть? Ну, я еще раз повторюсь, если он потеряет надежду на поддержку Китая, на мой взгляд, единственное, что ему останется, это уйти в отставку. И, собственно, переложить ответственность за дальнейшее поражение на следующего президента Российской Федерации. Когда это может состояться, Ольга? Когда? Когда он может уйти в отставку? Как вы думаете, реально? Давайте дождемся G20, потому что все-таки мы, к сожалению, не можем гарантировать, что переговоры Китая и Соединенных Штатов пройдут так, как нам бы хотелось это видеть. Все-таки там есть еще, кроме Украины, там есть другие вопросы. Там есть вопрос Тайваня, там есть еще ряд важных вопросов. И я думаю, что будут обсуждаться в комплексе ситуация в мире вообще. Другое дело, что уже встреча, которая прошла, как мы помним, в Средней Азии, уже показала, что и Китай, и Индия выступают против войны. С разной степенью агрессивности, но то, что они категорически противники такого способа решения вопросов, как война, высказали оба лидера и той, и другой страны. Поэтому, конечно, кроме КНДР и Ирана, может быть, еще Эфиопии или Эритреи у России практически не остается сторонников. Вы сказали, что Путин может уйти в отставку. Мне кажется, что вероятнее не уйти, а его могут только вынести вперед ногами. Давайте попытаемся оценить, какой из этих вариантов развития событий вероятнее, по вашему мнению. Смотрите, все-таки у него остается некое ближайшее окружение, которое в ситуации, которая будет считаться невозможной, может уговорить его уйти в отставку. Почему? Потому что все-таки для него то, с чем он останется, тоже важно. Условно говоря, если все его достижения будут перечеркнуты, ему захочется, на мой взгляд, может быть, я понимаю не так, как он думает, может, я неправильно понимаю его, ему захочется переложить груз поражений на своего последователя, а себе оставить, собственно, какие-то достижения, как ему кажется. Да, и вот тот факт, что эти вопросы обсуждаются, обсуждаются ведь они не только нами, да, они обсуждаются на разных площадках. Он уже сам по себе о многом говорит. И это тревожный звоночек для самого Путина и его власти, согласитесь. Безусловно. Безусловно. И то, что вообще обсуждаются сценарии постпутинской России, причем разные сценарии, это как раз говорит о том, что ситуация после Путина будет достаточно напряженной. У разных частей, у разных групп населения в том числе могут быть совершенно разные представления о том, какая должна быть Россия будущего. И какие варианты существуют? Тут можно вспомнить заявление некоторых республик о том, что они уже хотят самостоятельности. Форум, который в Польше проходил, идет разговор уже о том, что будущее России, точнее в будущем Россия будет переформатирована, да, и географически даже может выглядеть не так, как сейчас. Безусловно. Хотя, на мой взгляд, пока какой-то потенциал будущего без России есть, ну, на сегодня, по крайней мере, разве что у Кавказских республик, в других местах России пока такого потенциала я не наблюдаю. Но, что называется, время течет, все изменяется, и, соответственно, если мы будем вспоминать, как это было в 90-е, то такой потенциал может появиться и у Татарстана, и у Сибири, и у Дальнего Востока, у тех частей, которые уже сегодня не чувствуют серьезной связи с метрополией. По большому счету, вот эта попытка воссоздания империи, которую предпринял Путин, она абсолютно смертельная. Поэтому, безусловно, Россия будет переучреждаться. Возможно, как новая федерация, потому что сегодня Россия как федерация не состоялась, она не является реальной федерацией. Безусловно, сегодняшняя Россия — это унитарное государство. Либо как федерация, либо как конфедерация, либо в пределе, это, может быть, от падения отдельных частей. Ольга, есть такая дата, 17 марта 2024 года, по крайней мере, на нее именно запланированы президентские выборы в России. Как вы думаете, доживет ли до них Путин физически и политически до этой даты? Я думаю, что политически скорее нет, чем да. И если мы говорим о возможной отставке, то она может состояться, на мой взгляд, либо в конце этого, либо в начале следующего года. Уже довольно скоро. Что может подтолкнуть к таким быстрым решениям, по-вашему? Ну, конечно, в первую очередь, военные неудачи. Если будет понятно, что на театре военных действий Россия продолжает проигрывать, и, собственно, все те цели, которые ставились в начале, я имею в виду, даже восстановление ДНР, ЛНР в административных границах, недостижимы. Ну, просто это будет говорить о том, что Путин абсолютно уже в тот момент, 24 февраля, утратил связь с реальностью и так ее и не восстановил. Так что придется принимать какие-то сложные политические решения. Ну да, будем, так сказать, пользоваться ситуацией, пока связь не восстановлена, не теряя темп ни на фронте, ни на политических аренах. Спасибо вам огромное, Ольга Курносова, за то, что приняли участие в нашем эфире. Политические аналитики, главный редактор портала AfterEmpire была с нами. Спасибо. Продолжение следует...